Подробнее о содержании большого селекторного совещания на эту тему и ситуации с северным завозом на сегодня в сюжете нашего корреспондента. Самые трудные участки по пробивке Зимника до единственного изолированного села Березовка Среднеколымского улуса пройдены, сообщают дорожники. На сегодняшний день осталось еще порядка 60 километров. Существенную помощь им дало прибытие военного путепрокладчика. Трудности было то, что занесено снегом твердый и еще плюс к этому тольники со снегом перемешаны, которые не ломаются. Тяжело было перевал в верхнюю часть пробить. Но сейчас вроде полегче стало, пошли ходом уже. На проходке идет вездеход, который как вспомогач пробивает дорогу и заодно подтягивает бат. Ну это на базе танк сделана техника для военных частей. Такими темпами дорожники надеются в эти выходные наконец пробиться до отдаленного наслега. Тем временем в Березовке уже истощаются запасы топлива. Энергетики начали заготовку древесины. Подушки сняли 21,5 сегодня угля остаток и 60 кубов дров заготовили, которые должно хватить до конца марта. Однако проблем на Северо-Востоке еще хватает. Среди приоритетных на сегодняшний день является нехватка перевозчиков. Сейчас в Средней Колыме на перевозках топлива занято два десятка больших грузов. Семь едут на подмогу из Центральной Якутии. То, что идут семь машин дополнительно, это объем, вы правильно заметили, этот объем не смогут исполнить. Сегодня день в сутки, ну ежедневно вывозится от 70 до 120 тонн угля. Надо каждый день возить не менее 300 тонн. То есть в целом необходимо порядка 40-50 грузовиков, чтобы успеть до конца закрытия автоземников. И чтобы те еще успели вернуться обратно в места дислокации. Тут палки в колеса вставляет новый федеральный закон, предполагающий обязательное наличие АБС, ГЛОНАСС и иного оборудования у перевозчиков топлива. А на Севере в большинстве своем, тем более участников, такой роскоши нет. Такая проблема существует, мы никакие за счет республики помощи этого не оказывается. Это на этих соблюдениях, этих требований проверяют органы ГИБДД. Так что машин и водителей как бы и хватает, но их невозможно привлечь. Данный вопрос в настоящий момент решают с ГИБДД. Помимо этого, чтобы в дальнейшем также не зависеть от частных дорожных служб, из-за которых отчасти и случилась задержка с открытием зимников, решено расширить казенные предприятия дороги Арктики. Здесь однозначно должно быть участие государства, расширение материально-технических средств, доставки грузов и обеспечения автоземников. И исходя из этого, собственно, решение уже принято. И мы будем расширяться, в частности, в Колымские УЛУСы. Техника будет закупаться, что в целом нам должно обеспечить стабильность с точки зрения поставок. Виталий Абрамов, Александр Хобычарова и Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск, Среднеколымский УЛУС.